Эту встречу можно назвать исторической. Глава города принимает в гостях комиссию, которая даст оценку подготовки мегаполиса к приему более 3000 спортсменов из 50 стран, а также около 80 тысяч болельщиков. Во главе делегации президент Международной Федерации студенческого спорта Клод Луи Гальен и генеральный секретарь ФИСУ Эрик Сейнтронт. Иностранные специалисты отметили удачное расположение мегаполиса в центре Евразии. В городе уже построены спортивные объекты, отвечающие всем стандартам Международного Олимпийского комитета. Аким особо подчеркнул, что у Алматы есть солидный опыт проведения соревнований международного уровня. Это Азиата, Чемпионат мира по бенде, Тур Алматы и другие. В рабочем графике экспертной комиссии посещение медицинских учреждений и антидопингового центра. В программу также включена инспекция по организации телевещания. Соревнования будут транслировать сотни телевизионных каналов со всего мира. Соревнования такого масштаба проводятся в городе Алматы. Будут проводиться в городе Алматы впервые. Среди зимних соревнований это вторые после Большой Олимпиады. На период проведения универсиады нужно создать центральные и объектовые оперативные штабы на каждом спортивном объекте, местах проживания спортивных команд и охраняемых лиц. Кстати говоря, успешное проведение универсиады, вернее подготовка будет способствовать тому, чтобы мы реально претендовали и на право проведения зимней Олимпиады 22-го года. Особый акцент комиссия делает на организацию работы на объектах универсиады. В ближайшие несколько дней эксперты посетят спортивные комплексы, где пройдут игры. Это горнолыжный курорт Шимбулак, высокогорный каток Мидео, международный комплекс трамплинов Сункар, крытый ледовый каток Акбулак, комплекс лыжного и биатлонного стадионов, курорт Абаган и дворец спорта имени Балуана Шолака. В течение месяца в Алатауском районе начнется строительство ледового дворца спорта на 12 тысяч мест с раскаточным катком, а также атлетической деревни, также в Алатауском районе на 3 тысячи мест. Еще один спортивный комплекс расположился в Мидеоском районе. Все объекты находятся под охраной и доступ на стратегический объект заказан. Всего к спортивным соревнованиям будут построены три новых спортивных объекта. За этим высоким забором на площади более 8 гектаров ведется строительство ледовой арены вместимостью на 3 тысячи мест. Во время проведения универсиады 2017 года здесь пройдут соревнования по таким видам спорта, как шорт-трек и конькобежный вид спорта. Агирим Абдебек, Асет Кунтакпаев, телеканал Алматы.